привет меня зовут александр и я хочу поговорить о сжатии текстовой информации без потерь за время одной лекции зритель должен получить больше информации чем он получил бы занимаясь поиском информации самостоятельно иначе не придет больше и чтобы выразить больше мыслей нужно произносить меньше лишних слов слова паразита шаблонные фразы вводные конструкции не содержат информации сами по себе и пришли в письменную официальную речь из устной речи в устной речи они служат для замедления разговора чтобы у вас было больше времени подумать на следующей фразой подразумевается что когда вы готовите лекцию вы заранее к ней готовитесь и вам не нужно дополнительное время для замедления разговора и простой способ уместить больше информации в одну лекцию не говорить лишнего простой способ не говорить лишнего зря не написать текст его и говорить следующие 15 минут я буду рассказывать о том как удалять лишние слова из текста это это мартин фаулер мартин фаулер отлично мартин фаулер специалист по разработке программного обеспечения написал несколько книг по архитектуре программного обеспечения и несколько книг по улучшению кода он ввел понятие рефакторинга рефакторинг это контролируемый процесс улучшения вашего кода без изменения его функциональности программисты используют разнообразные методики для того чтобы проводить рефакторинг разнообразные советы которые помогают определить какой код плохой и что с ним сделать для того чтобы сделать его лучше важно что рефакторинг сам по себе не меняет смысл кода он не меняет результат работы программы он меняет внешний вид программы эту программу становится легче писать эту программу становится легче читать легче поддерживать код слева и код справа делает одно и то же это максим ильяхов максим ильяхов это замечательный русский редактор он главный редактор в дизайн-бюро горбунова и он вел такое понятие как стоп слова суть в следующем стоп слова это слова которые можно изъять из текста без потери смысла я восхищаюсь его строгим языком прекрасными примерами поэтому написал ему попросил разрешение использоваться его примерами он разрешил пожелал здоровья пожелал разобьем эти слова на несколько категорий и поговорим о каждой из этих категорий отдельно начнем с самой простой это водная конструкция и водная это все что вводится в предложение через парные скобки запятые тире и так далее попробуйте механически удалять водные конструкции и посмотрите что предложение они не становятся хуже в нем становится меньше слов и не становится меньше смысла кстати слово кстати является признаком фальши и если что-нибудь кстати оно и так понятно в этом не нужно дополнительно писать говорить если что-нибудь не кстати а то слово кстати не делает его кстати избегайте фраз которые намекают на ваши личные мнения все что вы уже говорите уже и так является вашим мнением и никому это не интересно и здорово если вы приводите в тексте примеры это действительно хорошо но само слово например обычно тоже избыточно просто приведите еще примеров усилители это стоп слова которые усиливают значение других слов очень быстрый процессор максимально выгодный кредит абсолютно надежный банк самый лучший фильм и совершенно отвратительный сценарий усилители хороши тем что за каждым из них стоят некие скрытые факты и доказательства но дескать я верю в то что говорю верь мне и самый лучший почему мнение абсолютно надежный почему надежный кредит это выгодный кредит чем он выгодный ответьте на эти вопросы текст становится информативным и больше не не требуется использовать незначащие слова усилители чтобы читатель вам поверил приведите доказательства при том такие чтобы ваша мысль стала понятна сама по себе без этого усилителя и сила хорошего текста не в волшебных словах а сила в правде а правда фактах а не в авторской оценке красивый умный качественный недорогой быстрый выгодный это оценки когда вы говорите что писатель невероятно известный вы на самом деле ничегошеньки не говорите это лишь ваша авторская оценка избавляйтесь от оценок насыщайте текст фактами так он становится интереснее будет здорово все что вы пишете и говорите по умолчанию всегда относится к настоящему времени если вы пишете о том что происходит сейчас об этом не нужно отдельно писать все это и так подразумевают паразиты времени это бессмысленные отсылки к настоящему времени которые просто удлиняют предложения в последнем примере хороший пример таково как нужно превращать текст факты при этом паразиты времени являются паразитами только тогда когда в тексте нет никакого противопоставления с прошлым если противопоставление есть то это уже не паразиты времени нормальная слова конструкция с ней все в порядке тут нету ошибок вы заметили разницу смотрите нет никаких противопоставлений если мы убираем слова ничего не меняется становится короче есть противопоставление это необходимая нам конструкция местоимение это ссылки на действующих лиц текста помимо местоимений ту же форму выполняет личная форма глагола делаю делаешь делаете но без личной формы глагола в русском языке нельзя а без местоимений можно если в тексте много действующих лиц то без местоимений конечно же будет трудно но задумайтесь вот о чем если вам пришлось использовать в одном предложении 5 местоимений возможно у вас слишком много действующих лиц возможно все эти ребята не должны были встречаться в одной комнате и говорить с друг другом я стараюсь не использовать больше одного местоимения в одном предложении говорит нам ильяхов я постоянно нарушаю это правило но ильяхов наверно прав когда вы удаляете местоимения текст не всегда становится короче иногда анафанасий длиннее чем он но текст всегда намного понятнее нам становится намного понятнее его намного приятнее читать штампы это несколько слов которые сцепились в устойчивую конструкцию теперь всегда выпадают и произносятся вместе у штампов есть предательское свойство но их так часто используют что кажется что их значение понятно и все знают что это но на самом деле это ничего не означает так как либо объясняете что это либо вообще не используйте такие слова самая сильная динамическая емкая часть речи это глагол глагол выражает действие используйте глагол вообще везде где получится потому что глагол выражает действия и самое страшное что можно сделать глаголом это превратить его в глагольное существительное в нем нет действия в нем нет энергии непонятно кто чем занимается корпорации чиновники очень любят глагольное существительное потому что это звучит более официально вызывает уважение но мы все понимаем что таким образом они просто малодушно скрывают кто на самом деле действует это не повод для уважения будьте информативно говорите кто что делает повторюсь наша цель писать правду предъявлять факты быть точными и неопределенные местоимения частицы и наречия делают ровно обратное они скрывают правду и делают вид что информация есть а информации нет мы уже поговорили о местоимениях но кое-кто считает что нельзя просто так взять и выбросить их из текста они ему придают особое задумчивое настроение давайте разберемся неопределенные местоимения это какой, кто-то, некоторый, где-то и они не помогают читателю понять текст помогают читателю понять текст интересные подробности они на самом деле создают настроение однородный членизм распространенная деформация из-за которой больной используется очень много близких по смыслу слов вместо одного это неизлечимая болезнь но есть процедура которая помогает устранить симптомы найдите в тексте все однородные ряды верные признаки это запятые соединительные союзы ну, вы знаете, да? и в каждом ряду выберите один однородный член который точнее всего передает смысл, который вы хотите передать если в ряду не находится члена, который передает смысл, который вы хотите передать возможно, все предложение стоит удалить после того, как вы нашли того самого героя оставьте его, остальные сожгите не обманывайтесь много однородных членов в тексте не увеличивают его информативность они лишь показывают, что автор не может выразиться достаточно точно с первого раза пытается уточнить себя, уточнить себя, уточнить себя, уточнить себя оставьте одно слово с другой стороны различайте однородное содержание и однородную форму в правом случае это не список однородных членов это три коротких, значимых предложения, которые объединены в одно для сокращения понимаете разницу? так можно что ж, как работать над текстом, как применять все эти знания все просто вы пишете страницу текста как написать страницу текста, другой большой вопрос после чего выделите в тексте зеленым все важное для вас и для цели, которые вы преследуете для информации, которую вы хотите передать это факты, какие-то основные мысли после чего выделите красным мусор стоп-слова, поразит их все, о чем мы говорили если красного на странице больше, чем зеленого возможно, ее проще писать заново если нет, дальше итеративно удаляйте красный текст добавляйте зеленый текст, удаляйте красный текст в первую очередь удалите слова-паразиты вводные слова и все остальное, что не требует интеллектуального усилия просто удаляйте иногда приходится что-нибудь поспрягать не более во вторую очередь заменяйте лишние местоимения паразиты времени и штампы находите для них более точные синонимы также выбирайте лучшие из однородных вариантов и в третью очередь занимайтесь усилителями и оценками обычно после их удаления текст становится пуст ну потому что вы говорили, что это очень дешевый айфон и очень выгодный кредит мы все это удаляем и слово очень и слово дешевое ничего не значит остается слово айфон теперь текст нужно наполнить смыслом про это и поговорим если вы хотите донести до своего слушателя мысль вы не должны убеждать его вы должны дать ему возможность убедиться хорошая аргументация это не та, которая меняет мнение слушателя на нужное нам хорошая аргументация это правда хорошая аргументация это проверяемые факты это ссылки на исследования это аргументы и при том это рациональные а не эмоциональные аргументы что ж на самом деле это правда все что я хотел сказать о редактюре текста спасибо вам большое а спасибо Спасибо.